Слава нашему Господу 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 А я не знаю, кто ты. Я вроде совершил покаяние, но я не знаю, кто ты. Я столько в жизни прожил, я делал столько зла, но я не мог продвинуться вперед. Я не знал, кто Бог. И я пытался своим разумом понять, кто Бог. Но Господь в тот момент проговорил к моему сердцу, ты не сможешь никогда понять. Ты своим разумом не сможешь осуществить Бога. Ты должен просто поверить. И также Симон Петр отвечал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но мне нравятся слова Иисуса Христа. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах». Это верой берется. Только мы верой можем поверить, кто есть Бог. И Он откроется нашему сердцу. Мы живем в такое время, по-английски говорят, microwave generation. Захотел покушать, положил мокровый – готово. Так же и мы часто, мы хотим легкое облегчение, быстрое. Но это берется усилие, это берется время, это отношение, которое растет с Богом. Через время с Ним наедине. Я хочу прочитать одно место Писания и говорить о месте Писания, которое вам всем известно. Я начну с конца этой главы, но мы перейдем к началу этой главы чуть-чуть попозже. Но это место Писания, когда Петр приступил к Иисусу Христу, и он сказал, «Сколько раз мне прощать брату моему согрешающему против меня?» Семь ли раз? Я немножко прочитаю, и я бы хотел поговорить о некотором месте Писания. Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седьмежды семидесяти раз. Посему царство небесно подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда начал он сочетаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динарию, и схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Я знаю, что это местописание, возможно, говорится о прощении. И оно правильно. Оно об этом говорит. Но мне одно местописание, одна строка здесь, мне не давала покоя много лет. Почему этот раб не мог простить? Возможно, можно сказать, тебе дали твою жизнь обратно, ты прощен, ты бы переживал такие волнения, ты бы всех простил, но почему этот раб не мог простить? Такую мелочь. Долгое время мне этот вопрос волновал, потому что, когда я принял Христа, когда я покаялся, в моем сердце все равно были такие вещи, где я задавался вопросом, являюсь ли я христианином? Почему в моем сердце еще есть жестокость? Почему иногда я не могу прощать? Долгое время рассуждая, одно время рассуждая над это местописание, Господь открыл мне маленькую тайну для меня. Возможно, вы все это уже знаете. Возможно, это не будет новость для вас. Господь мне положил на сердце прочитать более детально это местописание. И когда я читал, я остановился на месте одном, когда этот раб говорит, Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Я понял, что этот раб, он не просил прощения. Как часто мы тоже пытаемся доказать Богу, что мы можем достичь. Я смогу. Дай мне еще один шанс. Этот раб, он не поверил в прощение отца. Он не поверил в то прощение, которое этот государь дал ему. Если бы он мог поверить в это прощение, он бы мог прощать. Как этот раб, если Иисус говорит, Царство Небесное, подобно. Это был непростой раб. Возможно, он занимал какое-то высокое место, потому что долг его был большой. Я задаю с вопросом, если этот раб пребывал в царстве, царем, как он не мог знать сердце царя? Как часто мы можем проводить долгое время с Богом, ходить в церковь, но поистине не знать сердце царя? Часто мы носим в сердце непрощение, обиду, горечь, злобу. Как часто мы можем, я задавался, сам сидел, рассуждался, и с женой говорили, как часто мы можем быть вежливы посторонним людям, но к самым близким мы можем быть такие жестокие. Я думаю, что часто наше отношение к ближнему за результат наше отношение к Богу. И как мы можем это изменить? Рассуждая над этим местом Писания, Господь положил на мое сердце читать не только это место, но начать с начала этой главы. Я думаю, что это оно взаимосвязано. Эта глава, она говорит об одном, с самого начала. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Мы видим, что пока они и шли, мы знаем это местописание с Марка, что ученики спорили между собой, кто больше в Царстве Небесном. А Иисус говорит, если не примете, как дитя, не войдете в Царство Небесное. Как вы думаете, в Писании кто имел самое близкое отношение с Богом? Я задумывался над одним вопросом о Давиде. Почему Бог назвал Давида по сердцу своему? Бог сказал, я нашел мужа по сердцу моему. Я задумывался над этим вопросом, возможно, есть много ответов, но если посмотреть на всех пророков в Писании, то чаще всего Бог говорил к человеку, к народу, а Давид был другой. Давид не только слышал от Бога, Давид говорил с Богом. Давид имел отношение с живым Богом. У него было стремление иметь общение с Богом. Что стоит преградой для нас сегодня? Разве Бог изменился? Задумываюсь над этим вопросом, я вернулся в самое начало книги Библии, в бытие. Когда Бог в прохладе дня пребывал с человеком, с самого начала Бог создал человека, и чтобы быть с ним, быть в отношении, в общении с ним. Но что-то произошло, грех, грех рассоединил их. Бог должен был выгнать Адама из Эдемского сада. Как мы думаем, хочет ли Бог быть в общении с нами? Насколько важно иметь близкие отношения с Богом? Я раньше не понимал, и я думаю, что родители согласятся, я стал больше понимать об этом, когда я стал родителем. Когда утром я встаю, перед уходом на работу я несколько раз вернусь и посылую своего сына. Как часто я не похвалюсь собой, но перед уездом я прихожу, возлагаю на его руку и помолюсь. Как часто родители ночью встают и проверяют, как их ребенок спит. Возможно, он одеялку столкнул в себя. Мой сын очень часто сталкивает одеялку, а потом как колобок закрутится и холодно спит. Мы ночью встаем и укрываем его. Мы заботимся о нем. А если мы, люди, имеем такую любовь к нашим детям, насколько Бог желает близкого отношения с нами. Если мы задумаемся об этом, что сколько лет прошло от создания мира до того, как пришел Иисус. Бог открыл нам доступ к Богу через Иисус Христа. Завеса в храме была разодрана. Бог открыл нам, потому что Бог желает иметь с нами отношения. Мы можем сделать все в нашей жизни и трудиться, но одно важно, если мы не знаем нашего Бога. Готовы ли мы встретиться со Христом, если мы не знаем нашего Бога? Я не могу обличить никого, я говорю к себе в первую очередь. Как часто мы встаем настолько заняты, что мы забываем поблагодарить нашего Бога. Просто остановиться и сказать благодарность. Еще скажу за сына, когда возвращаюсь с работы, я думаю, что родители это тоже знают, каждый из вас, у меня не только один сын, но когда ты возвращаешься с работы и когда только открываешь дверь, ты слышишь крик, папа пришел и он бежит к тебе и прыгает на руки и говорит, я рад, что ты дома, я за тобой соскучился. Я думаю, что если мы подумаем об этом, если мы люди и мое сердце переполняется такой радостью, когда мой сын это говорит мне, можно ли сказать, она больше Бога? какое счастье Бог переживает, когда мы как дети Его прибегаем к Нему и говорим, я рад, что ты мой Бог. Я благодарю за жертву Христа, как часто мы благодарим за жертву Христа, ведь Бог отдал собственного сына, чтобы мы имели спасение. Благодарны мы ли за это? Я буду заканчивать над этим. Моя молитва, что Бог даровал мне то желание прибегать к Нему и ценить Его как Отца. Бог дарует нам возможность быть свободным и иметь общение и близость с Ним. Я думаю, что был бы такой вопрос, если вам задали бы сегодня вопрос такой земной. Все мы когда-то переживали долги, кредитки, стресс этой жизни, работы. Если вам предложили сегодня все счеты покрыты, ты свободен от всех долгов, твой дом выплачен, ты свободен, а ты бы сказал, да нет, мне как-то нравится так, да я лучше буду платить долги, лучше я буду в долгах сидеть. Я думаю, что это было бы неразумно, мы бы сказали, подожди, лучше быть свободным. Иисус нам предлагает, я заплатил за твой долг, ты просто должен принять это верою. этот раб он не мог принять верою, он не принял, за это долг был возвращен к нему. Пусть Бог нам поможет и благословит наши сердца сегодня. Аминь.